1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 4 влияют на работоспособность. И, друзья мои, вам никто этого не расскажет, никто вам никогда в жизни не признается то, что светодиодное устройство может сдохнуть. Вам все будут продавать под соусом. Это вечная светодиодная, классная, здоровская. И вполне возможно, что сами продаваны, нечестные, которые об этом, ну, как умалчивают, да, тех же самых билет-модулей. Уже тысячи прецедентов есть инсайдерской информации, когда люди говорят, да я вот там-то вот работаю, вот там-то работаю. И через наши руки проходит брак, и мы видим сколько брака, но об этом никому не говорят. Все говорят, да, все хорошо, братан, все работает. И многим даже продают лампочки с такой формулировкой светодиодной там туманки, фонари, фары, что, чувак, это же, это же светодиоды, они же вечные, ты будешь вечно на них ездить. Нет, друзья мои, не будете вы никогда на них вечно ездить, и люди, которые к нам точно так же за лампой обращаются за светодиодной, они расстраиваются, они в панике там начинают придумывать какие-то неимоверные события, которые, а, вот у меня, наверное, там вот это. Нет, друзья мои, нет. Вот просто успокойтесь, просто вот, вот на самом деле, пожалуйста, просто вот вдумайтесь в одни простые моменты. Даже фары светодиодные заводские, которые производятся действительно с ОТК, да, это вот прохождение всех сертификатов, даже они дохнут, ребята, даже это дохнет. Машины сложные, автомобили сложные технические устройства, которые вот там, мотор и про, также дохнут. Ребята, с Теслами есть какие-то проблемы, и вон Ютуб завален. Просто посмотрите, это все ненадежно. Точно так же, как и галоген ненадежен, точно так же, как и ксенон ненадежен, блок розжига, проводка, скачок напряжения, лампа хреновая и прочие всякие факторы. Друзья, просто услышьте, пожалуйста, мой призыв. Я как бы бомблю не просто так. То есть расстраиваться сильно от того, что у вас сдохла какая-то вещь, можно, но не критично, потому что, если что, у вас есть гарантия. Ну, в плане нас, да? Вот. И, в принципе, все, 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 все устройства, которые мы продаем, у нас идет с гарантией. Если что, мы поменяем вообще без всяких проблем. Главное, сохранять гарантийник и иметь возможность доказать, что действительно есть такой прецедент. Второй момент. Доказать, что у вас действительно есть проблема. Не просто прислали у вас, ну, как бы оно все работает. У нас такие прецеденты тоже есть, когда люди такие, вот, у меня уже перестало работать. Оказывается, там клемма чуть-чуть отошла. Вот, у меня перестало работать. Афишка чуть-чуть отошла, окислилась. Такое тоже бывает. Вот, у меня перестало работать. Я говорю, ну, окей, все, я вот сниму, я сейчас пришлю. Да, хорошо, присылаю. Присылает, бах, все работает. На другой автомобиль ставим, там, знакомых, друзей. И все работает, друзья. Поэтому тут, как бы, моментов очень много. Относиться к этому с паникой, особенно в нашем, как бы, к нашему проекту не стоит, ребят. То есть, вот, прям точно не стоит. Мы 100% поможем. Паниковать нужно, когда у вас нет гарантии. Когда вас обманули, сказали, что это все вечно, что вот оно вот так, вот и, блин, чувак, ты будешь всю жизнь ездить. И ни хера, через месяц у тебя все отвалилось. И дай бог месяц, а то и неделя бывает и отваливается. Поэтому, друзья, я хочу просто что до вас донести, что не все йогурты одинаково полезны. Диодные устройства должны быть с гарантией обязательно, потому что они не являются надежнейшими. Да, у нас есть ситуации, когда у людей по нескольку лет устройство ходит, все служит, все хорошо. Есть когда, есть ситуации, когда вот оно прям вот походило, через неделю отвалилось. И в этом случае мы тоже меняем. Но не надо включать панику, орать, бегать там, насиловать мозг менеджером, мне постоянно написывать, названивать, а у меня проблема, а вот оно, ребята, все хорошо будет. Мы 100% поможем. Переживать надо, что вот ну у кого-то вы купили, тогда да, бога ради, переживайте. Там уже надо будет и доказывать, и прочее. И опять же, ребят, там в принципе по-хорошему, да, по-хорошему, если устройство сдохло, то мы должны запрашивать с вас какой-то сертификат, какой-то заключение. Ну даже этого мы не делаем. Мы просто меняем. То есть даже в этом случае мы делаем для вас очень большой плюс, ну по моему личному субъективному мнению, что вы просто отправили, мы оплачиваем пересылку, забрали у вас, выслали вам новое, оплатили опять же пересылку. Ваша задача просто получить. Но для некоторых даже это является прям очень критичным. Очень, друзья мои, что надо лезть, снимать, вынимать, отправлять. Это же такие проблемы. Действительно, друзья мои, возможно, это проблема. Но ваши деньги будут сохранны, вам поменяют и все будет хорошо. Поэтому тут расстраиваться не нужно. А по поводу заводских фар у меня уже несколько есть прецедентов. Если получится, все-таки я с людьми договорюсь на интервью и люди сами расскажут, как у них было. Но есть ситуация, когда новая Toyota Camry, у нее несколько месяцев срок службы и эксплуатации, и фары отваливаются. Сначала одна, человек едет в салон, отваливается вторая, ему выставляют счет. В итоге через претензию все-таки решают поменять эти фары. Есть с Hyundai, ребят, ситуация, когда у человека отвалились ходовые огни и ему зарядили, что их надо менять. То есть за свой счет. Потому что это не гарантийный случай. В итоге опять же претензия. И опять же поменяли эти ходовые огни вместе там что-то с фарами. Вот. Но не буду углубляться, а то вы поймете, о чем я говорю. Так вот, ребят, эти ситуации, они должны быть кем-то подтверждены, прежде чем заявлять во всеуслышание, что вот он, прецедент, действительно такой существует. То есть это наша внутренняя информация, ее люди нам рассказывают. То есть есть конкретный человек, который говорит, вот, чувак, у меня вот такая вот ситуация. Билет-модули, хотите сказать, надежный. Есть тысячи звонков, сообщений, которые люди пишут и говорят, у меня отвалился, у меня отвалился, у меня вот то-то, у меня перегорел, у меня заклинил. Мы же не с потолка эту информацию берем, ребят. И я не говорю про конкретные фирмы, я не говорю про конкретную ситуацию. Я говорю, что ко мне аккумулируется информация. И люди, поскольку видят YouTube-канал, они эту информацию присылают, они пишут, они звонят, у них расстройство, потому что они купили машину. И вот оно, на тебе такой подарок тысяч на двадцать с разбором фары. То есть это тоже не всем приятно. Поэтому, ребят, и заводские фары, и билет-модули, и лампочка светодиодная, и любое устройство светодиодное, это не является какой-то панацеей от того, что у вас будет все перегорать. Просто многие такие, да вот, я могу забыть о том, что оно там перегорало, вот галоген у меня постоянно выходил из строя. Да, друзья мои, да, вполне возможно так и будет. Но паниковать именно по поводу того, что вот оно что-то там, не стоит. И, друзья мои, я вам скажу больше, вот сколько бы я не работал со светодиодной техникой, сколько бы мы не работали с галогеновой техникой, мрет абсолютно все, друзья мои, абсолютно. И я говорю, есть течение обстоятельств, что, грубо говоря, 90% товара может ходить элементарно великолепно, а 10% будет выходить из строя. Может быть больше, 20%, 30%, ребят, у всех есть разная погрешность и по-разному эти все штуки ходят. Поэтому говорить и бить себя в грудь и кричать, вот у меня оно работает, а я какой молодец, не стоит, друзья мои. И вы можете спровоцировать у людей действительно вот ощущение того, что это вечное. Они тоже побегут, тоже купят, а у них это будет дохнуть чуть ли не каждый месяц, друзья мои. Поэтому защита гарантий это обязательная вещь, чтобы вас не развели, чтобы у вас было меньше трат ваших денежных средств. Если денег дохера, ну бога ради, вы можете их тратить на свое усмотрение, хоть каждую неделю новые лампы заказывать, покупать, тратить. Тот же самый Philips, 10-15 тысяч, бога ради, никто же не против. То есть мы сейчас говорим о среднестатистическом человеке, который зарабатывает в среднем тысяч 30-40 в месяц. И, грубо говоря, для него потратить раз в месяц 5-7 тысяч, там 10 тысяч на лампы, ну как-то очень накладно будет. Поэтому неприятно. Даже если вы зарабатываете 100 тысяч рублей, все равно, ребят, тратить огромную сумму денег каждый месяц непосредственно на свет, это тоже неприятно. Поэтому защищайте себя гарантией. Я единственное, что хотел вам донести, это то, что гарантия должна быть на любое светодиодное устройство. Вам спасибо огромное за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, друзья мои, символ колокольчика нажимайте. И пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Может быть, вы ни разу не сталкивались с гарантией. Может быть, вы столкнулись с гарантией, вам действительно поменяли. Вот эти все ситуации нам действительно интересны. Я читаю все ваши комментарии. Всем спасибо. С вами был Вовка. До новых встреч, ребят.